28 января на горнолыжном курорте «Роза Хутор» состоится празднование 500 дней до старта международного футбольного турнира. Олимпийский парк уже готов принять гостей и спортсменов. В порядке должны быть и улицы во всех районах курорта, особенно те, что входят в так называемый маршрут гостеприимства. Их 73. Собственники домов и других объектов, находящихся на этих улицах, получают уведомления о соответствии правилам благоустройства. Некоторые уже привели фасады, кровлю и ограждения в порядок. 469 объектов соответствуют архитектурному облику и получили паспорта. Благоустройство чуть больше 200 оставшихся будет завершено в ближайшее время. Сочи пользуется популярностью у туристов, и это во многом заслуга власти. А жители города со своей стороны должны постоянно заботиться о чистоте своих придомовых территорий, подчеркнул Анатолий Пахомов. Градоначальник также отметил и важность открытия набережной. И жителей, и гостей курорта возмущает закрытое море. Глава курорта разделяет эту позицию и намерен покончить с беспределом 90-х. А для самих предпринимателей, которые уже несколько десятилетий заботились исключительно о своей наживе, пришло время позаботиться и о привлекательности города. Разберитесь с каждым объектом, потребуйте право документы, подтверждающие собственность, и уберите все навесы. Главная задача – это ширина нашей набережной. Людей много, и они приехали, первое, конечно, не ходить по ларькам. К сожалению, но левая сторона, как подпорная стенки, была построена исключительно законным путем. То есть администрация города выдавала разрешение на строительство. То, что застроено сегодня, это, конечно, незаконно. Пришло время все это дело убрать. И поэтому наша задача – любой ценой убирать оттуда все то, что закрывает море. Вызывает нарекания и внешний вид торговых объектов на Адлерском рынке. Мониторинг показал, что прилавки выходят за пределы торговых точек. Много нестационарных ларьков, несогласованная реклама. Нарушаются санитарные и даже нормы безопасности. Во время доклада прозвучало предложение сменить директора Адлерского рынка, а незаконные торговые павильоны будут снесены. Такая же участь ждет и комплексы вдоль федеральной трассы, владельцы которых не будут предоставлять бесплатные услуги пользования туалетными комнатами. Доступными санузлы должны быть и на пляжах. Кстати, уже на следующей неделе будет проведен муниципальный конкурс среди потенциальных арендаторов пляжных территорий. Еще одной важной составляющей в теме водных ресурсов стала безопасность. Все выходы к ручьям и рекам должны быть обозначены предупреждающими о возможной опасности табличками. А чтобы не допустить подъема уровня рек, их необходимо привести в порядок. В целях безопасности власти города приняли решение проработать вопрос о сносе незаконных эллингов на реке Западной Дагомыс. Они сузили берега реки и из-за этого есть вероятность затопления ряда улиц в случае обильных паводков. Кстати, о мерах безопасности и правилах поведения на воде в эти будут говорить во всех школах города. Пройдут тематические классные часы и родительские собрания. Продолжая тему безопасности, глава города обозначил еще одну немаловажную проблему. В ближайшее время будут обследованы стройки, базы, вахтовые городки, гаражные кооперативы и бытовки, где могут незаконно проживать люди. Прошедший на днях пожар чудом не унес жизни около 20 человек. В случае обнаружения таких нежилых бараков, где все-таки проживают люди, владельцев этих объектов ждет уголовная ответственность и штрафы, а сами строения будут снесены. Еще одной темой планерного совещания стала необходимость активизации и развития местного малого и среднего бизнеса. В качестве негативного примера Анатолий Пахомов привел горнолыжные курорты Красной Поляны, где из-за высоких цен на аренду местные предприниматели не могут выйти со своим товаром, а приезжие бизнесмены вынуждены вставить высокий ценник. При этом земли под объектами принадлежат нацпарку. Это незаконно, и их необходимо перевести в земли поселения, что позволит получать налоги в городской бюджет. По подсчетам специалистов, порядка 2 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на социальные нужды, например, строительство спортивных площадок. Кстати, мэрия выделила 20 миллионов рублей на возведение 83 гимнастических турников для воркаутов в каждом селе города, чтобы спортом могли заниматься и жители отдаленных поселков. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.